Всем привет, дорогие мои, с вами Леон, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Brotherhood. Что ж, мы продолжаем находить, спасать Петра. Так, он находится в Голизее, и по всей видимости, хотят сымитировать несчастный случай. Ладно, так, нужно никого не убить, кроме стрелков. Хорошо, посмотрим, как это у меня получится. Сразу говорю, задание не из легких, я его помню, и проходил со стопроцентной синхронизацией только после, я не знаю, там, сто пятьсотой попытки. И плюс еще ко всему я забыл, как ее проходить, это задание. Так. Стрелки. Ставят какую-то сценку. И этого Петра поставят в виде Иисуса Христа, и типа его распять должны, ну, насколько я помню. Ну, и типа, как его случайно и, правда, распяли. Ну, планируется так. Так, это стрелок вообще. Ладно, не буду лезть. Так, незаметно проникнете на самый верх Колизея, обалдеть. Незаметно, это, конечно. Сейчас, сейчас все будет. Так, нет. Ух, высоко. Вообще, Колизей, конечно, одно из чудес света. Так, внизу там уже толпень. Так. Так. Что ж, понятно, путь ясен. Предельно ясен. Так, вот стрелок раз. Так, насколько я понял, это мой. Боже мой, боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил? Мерда, на каком же кресте Петра? Слушайте, слушайте, как он зовет к себе Илью. Посмотрим, придет ли Илья спасти его. Да, видать, постановка для узкого круга людей. Так, ладно, аккуратно, чтобы нас никто не заметил. Не хочется лишнего шуму наводить. Ох, как не хочется. Так, цель уничтожена. Так, нужны арбалетные болты. Только без шума. Да, возьми копьёк и слухи внимательно. Исполни приказ первого священника, ибо это дело чрезвычайной честности. Я выполню приказ, но кровь этого человека на тебе. Пойму ли я, добро я сотворил, Иль зло? Так, это мои. Отлично. Нужно попасть на сцену. Я вижу тебя. По руке моей, по копью течет вода. Так, введите переодетых рекрутов ассасинов на сцену. Чтобы прозрел я и увидел истины. Внимание, запретная зона. Так, главное не вызывать подозрения. А, я должен ещё знать, как играть и етить твоим налево. Божий, в моей гробнице похороню его, ибо он сам небесный. Иосиф, истинно говорю, это Сын Божий. Иди к Пилату и проси выдать его тело, чтобы мы подчинили его. Я помогу тебе снять его с креста. Господин Пилат, я покорно прошу тебя, не отказать мне в милости. Отдай мне тело пророка, что умер сегодня. А я неплохо исполняю свою роль, я думаю. Рекруты ассасины. Найдите и нейтрализуйте Миколетта. Нашёл нейтрализовать. Я не откажу тебе в этой просьбе. Центурион, Иисус мёртв? Да, господин. Да, господин. Тебе не спасти, Пьетро. Вино в его бокале было отравлено. Я сдержал слово, данное Чезаре. Я ещё жив. Я не собираюсь убивать тебя. Тот, кто помогает другому обрести власть, сам приближает час своей гибели. Да, как-то он так же отпустил Боджи. О, баньки. Что за... Его убили? Нет, это был глюк. Я не знаю, как такое произошло. Ладно. Союзник погиб. Эй, блин, ну, это, конечно, да. Это забавный баг, просто-напросто. Да. Очень забавный. Так, возможно, мне просто нужно взять заранее пистолет в руку, потому что я попытался, когда там стоял в толпе, выстрелить, вернее, выбрать оружие, но... ко всему этому ничего такого не произошло. Так, а что у меня там стопроцентная синхронизация ещё есть, да? Вроде осталось. Ладно, попробую повторить. Так, это логово Ромова. Мы там уже были. Ничего страшного, я надеюсь. Так, ну вот я опять пытаюсь выбрать оружие, и ничего не происходит. Так, возможно, всё-таки нет, нужно убить его клинком. Потому что он как бы по умолчанию выбран, причём один, а не два, хотя, может, два есть. И проси выдать его тело, чтобы мы похоронили его. Я помогу тебе снять его с креста. Господин Пилат, я покорно прошу тебя, не отказать мне в милости. Отдай мне тело пророка, что умер сегодня. Так, ну теперь-то я должен его убить, подойти просто и замочить. Надеюсь, я всё сделаю правильно и не наведу самотохи. Не хочу, чтобы всё повторялось. Иосиф, если Центурион скажет... Хе-хе-хе-хей. Так гораздо лучше. Хе-хе. Тебе не спасти, Пьетро. Блин, что делает Эццо? Зачем он его снова отпускает? Опять хлебнём горя, как говорил Миккиавелли. Про Борджа как-то того отпустили Эццо. Я ещё жив. Я не собираюсь убивать тебя. Тот, кто помогает другому обрести власть, сам приближает час своей гибели. Эх, ну ладно, ему виднее. Так, ну теперь-то он его не убьёт. Стопроцентная синхронизация. Окей. Так. Но яд у него в крови. Снимите его. Этот этот вот яд в септе. Задержите стражу. Господи. Не плавайте. Что это за? Спасите Пьетро от смерти, от яда, вытащив из Колизеи достав к ближайшему врачу. Ладно. Пьетро, как можно помнить, любовник Лукреции, которого она подставила. Остановите стражу. Не плавайте, а как интереснее, что обернутся ситуация, что я могу заплавать. Иди сюда. Двигай. Кто ты? Твою налево. Подходите, друзья. Его отравили. Бледность? Это мышьяк. Вот, выпей. Быстрее. Подожди. Мне немного лучше. Пиявки быстро поставят тебя на ноги. Как мне отблагодарить тебя? Я... Ключ от замка Сантанджело. Быстро. О чем ты говоришь? Я просто бедный актер. Чезаро все знает про вас, Лукреции. Вот. Иди. Иди же. Мы с Рецео, мы думали, что вас убили. Пока нет. Куда ведет этот коридор? На север. За стены. Пропустите, я помогу нашим солдатам. Глупаньки. Знакомые лица. Он момента. Я видел тебя на вилле во время атаки. Так, возможно, все-таки Микки Авелли не предатель. Так, его не надо убивать. Его нужно брать живым. Эх, это западло. Иди сюда. Ора! Вот кто устроил все-таки осаду на виллу. Не волнуйся, далеко он не уйдет. О, я. Пошли вон от меня! А то я сейчас достану свой меч и вас всех порешаю. Там война уже просто идет вовсю. Так, лишь бы меня там опять охранник не догнал. Ох, как я этого не хочу. Давай, 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 давай. Детка! Отлично! Отлично! Почему ты убежал? Я? Это ты, предатель, а не Макки Авелли. Да здравствует Борджи! Мерда! Я был прав. Нужно остановить Лавольпе, пока он не нашел Макки Авелли. Вот блин. Лавольпе. Экшн! Эй, ты! Мне нужна твоя лошадь! Сейчас же! Чудесно, легкое наказание не помешает. Ох, хоть на этот раз нормальная лошадь попалась. Замечательно. Блин. Долго думали, что не Кавелли, не торт. Оказалось-то все нормально. Так, ну и что это? Какая-то рекламная пауза, блин, сделай твикс. Эх. Скушай твикс. Так, и что, я успел? Замечательно. Я знаю, кто предатель. Что? Один из наших людей. Он участвовал в атаке на виллу. Вот, у него было это письмо. Господи! Хорошая новость. Даже лучше, чем ты думаешь. Я снова твой должник, Эцио. Какие могут быть счеты между верными друзьями? Да. Спасибо за то, что вовремя сообщил мне. Пойдем, Никола. Нам давным-давно следовало поговорить. Говорят, что мистерия в Колизее сегодня закончилась как-то неожиданно. Правда? Похоже, что Иисус Христос воскрес на три дня раньше обычного. Хе-хе-хе. Но Миккевелли даже не понял, сколько раз мы его подозревали в измене, и он даже не смекнул. Ладно, замечательно, вмешательство. Не плавайте. Хорошо, что я не плавал, да? Так. Давайте с ним наши денежки. Они мне лох как скоро пригодятся восстанавливать акведуки, чтобы добыть доспехи Робова. Так, и здесь я вижу очередное воспоминание-воспоминание Кристина. Так, ну я-то уже понял. Хорошо, что я все-таки взял лошадь. Теперь-то можно и от души поплавать. Так. Да что ж ты делаешь? Так. Скипнул просто всю дорогу. Так. И я вижу Кристину. Ну, так, что ты расскажешь мне? Итак, возвращаемся в прошлое. Насерия на раз, по всей видимости, уже когда Этсо стал более мужественным и... И если мне не изменяет память, по всей видимости, сейчас все события будут проходить в Венеции. На карнавале. И мы-таки, наконец, вернемся в один из моих любимых городов. Гранд-каналы. Плавающий город. Да что за помехи, давай уже. Экран загрузки, блин. Этсо, что ты здесь делаешь? Я только что вернулся во Флоренцию. А нет. Как и прежде. Ты так же прекрасна. Но... Этсо, я... Прошло два года. Я думал только о тебе. Но, Этсо... В чем дело? Я уже помолвлена. Мой отец настоял, чтобы я вышла замуж. Я уже думала, что не увижу тебя. А-а-а! Это Монфредо! Он убьет его! Что? Унтали, которому он должен. Он потащил его к новому мосту. Что еще за Монфредо? Мой жених! Так, спасите Монфредо, жениха Кристины, от игроков. Да... Весьма непростой сейчас будет ход со стороны Этсо. Спасти мужа. Жениха, вернее. Своего возлюбленной. Хотя он мог бы просто это дело отпустить, и жених бы погиб. И просто-напросто занять его место. Но мы же благородные, и с честью... Спасем. Я верну долг, честное слово! Ладно, сейчас ты умрешь. Я не виноват! Я собирался расплатиться сегодня, но деньги прислали с опозданием! Это твои заботы! Меня надо... А-а-а, идите твою намочился! Так. Завтра! Завтра ты будешь уже мертв. Подожди, пожалуйста! У меня скоро свадьба! Раньше нужно было думать до того, как садится играть. Так, ну что, вы его убьете? Я уже так долго тут... Теперь ты не уйдешь! О-о-о-о! Хе-хе-хе! Они его просто столкнули! Я вижу его! Не, на ништяк, конечно, все это было. Жалко, что нет выбора альтернативных концовок там или что-нибудь такое. А просто все-таки сюжет линейный. Поздно! Как бы не было... Как бы сейчас комрешь! Я не виноват! Я собирался расплатиться сегодня, но деньги прислали с опозданием! Так, они его сейчас снова скинут нафиг! Спасибо, мессер! Вы не знаете, как близко. Эй! Эй! Ашпето! Что вы делаете? Ты ее любишь! Что? Ты ее любишь? Кристину! На которой собрался жениться! Да! Я люблю ее! Клянусь! Убейте меня! Но я ее не разлюблю! И больше ты играть не будешь? Никогда, мессер! Ты будешь ей хорошим мужем! А если нет, то я разыщу тебя и убью! Клянусь! Он жив! Он будет хорошим мужем! Я об этом позаботился! Что? Обалдеть! Вот это, вот это было трогательное, конечно, воспоминание! Эх, бедный отцовно страдался! Что ж, ну и в завершение хочу выйти-таки, наконец-то, за Нимуса! Давно мы его не покидали! И посмотреть, что же нам там интересного могут показать! Как обстоят дела во внешнем мире, в реале! Вот эти всякие колкости, шона выслушивать! Люси проведать! Не вставай слишком быстро! Хорошо! Возможно, ничего нового я здесь и не увижу такие, потому что, по-моему, они все стоят на тех же местах! Я тут занята! Да, никаких новых концов нет! Потом! И поесть нельзя! Ребята, ну что вы, я так долго был в Анимусе! По-моему, целых две последовательности, и вы мне ничего нового не хотите показать? Ладно, давайте хотя бы почту проверим! И так, одну... Одна почта, так... Анимус... Понедельник, все! Поход за продуктами Шон, уборгеры Бэка, дневное дежурство Шон, сменять... Люси в 15-0-0... Такое чувство, как будто они живут тут целую неделю, а Дезмонд вообще не засыпая, сидит в Анимусе просто... Не передыхая... Так, это, по всей видимости, просто расписание их... Ужин для всей команды его готовит Дезмонд... Хе-хе... И смайлики... Нет, значит, все-таки он его покидает... Вот, ну, раз ничего интересного, вы мне не можете показать больше здесь... Возможно, там, в городе что-то можно посмотреть интересного... Но не буду я этим заниматься... Вот, ну, с вами был Леон, спасибо, что смотрели, надеюсь понравилось, подписывайтесь... И всем тортик!